Считанные дни остаются до сдачи Чувашского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Кочетова. Сейчас работа идет в режиме нон-стоп. Сегодня на помощь строителям пришли сотрудники Сбербанка. Работа на строительстве кадетского корпуса для сотрудников Сбербанка нашлась, как только они подошли к воротам. Сегодня привезли мебель для фойе главного корпуса. Так что первая задача занести все внутрь. Как тяжело? Нет, не тяжело. Сколько уже успели? 25. В час дня работа началась, а уже в 13.08 мужчины занесли внутрь последний диван и принялись за благоустройство. Им поручили равномерно распределить торф. Это грунт, будет красивый зеленый газон. Девушки в это время наводили порядок в помещениях блока питания. Как говорят сами, это вместо зарядки. Иногда полезно сменить вид деятельности и поработать руками. Это нужно все равно, мы офисные сотрудники, нужно хотя бы выходить. Впрочем, кому-то сегодняшняя акция помогла не только размяться и почувствовать себя причастным к строительству большого объекта федерального уровня, но и построить планы на будущее. У меня есть сын. Вот теперь я ему расскажу, что у нас открылся такой кадетский корпус замечательный. Я даже помыла тут окна и, может быть, ему стоит задуматься о поступлении сюда. Сбербанк уже не единожды показывался как социально ориентированная организация. Для нас очень важно участвовать во всех проектах, которые поддерживаются главой республики и, соответственно, кадетский корпус. Для нас очень тоже важен. Мы жители города Чебоксар, поэтому решили внести свой вклад. Иными словами, все согласно главному лозунгу. Сбербанк всегда рядом. Ну что, Саша, заканчиваете? Ух, наконец-то закончили. Итак, эстафету перенимают журналисты республики. Но это уже совсем другая история. О том, что делали республиканские СМИ в кадетском корпусе, кроме подготовки материалов, завтра в нашем выпуске.